1 сентября наступило и в Санкт-Петербургской православной духовной академии. В этом году 58 учащихся первого курса бакалавриата вступили на новый путь, путь знаний и открытий. В этот день епископ Петерговский Амбросий, викарий Санкт-Петербургской епархии и ректор духовной школы совершил божественную литургию и молебное пение на начало учебного года. В Санкт-Петербургской духовной академии 1 сентября это не день первого звонка, но здесь также день знаний, знаний особенных. А колокольный звон как проводник в этот удивительный особенный духовный мир. Новый мир открытий и знаний в Санкт-Петербургской православной духовной академии начался с божественной литургии и молебного пения. Их совершил владыка Амбросий, викарий Санкт-Петербургской епархии и епископ Петерговский. Здесь же за литургией была совершена иерейская хиротония студента 4 курса бакалавриата иеродиакона Афанасия. А в Сандиакона был рукоположен магистрант Академии Глеб Седов. По окончании богослужения в своем слове ректор духовной академии обратился ко всем учащимся. Мир смотрит на вас, дорогие братья и сестры с надеждой. Он ждет, что именно вы дадите ему преподобных, старцев, исповедников, носителей духа, людей веры, правды, смирения, служителей радости и настоящей любви. Поэтому в этот день я прошу всех вас отдать себя тому, кто привел вас под эти слова и полюбить его так, как он возлюбил нас. Далее в актовом зале прошел торжественный акт по случаю начала учебного года. Его возглавил в воды корректор и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вадимир. В этом году в числе 58 первокурсников поступил в Духовную академию Валентин Мякишев. У него с детства было желание посвятить свою жизнь служению Богу. Приехал из Ульяновска в Санкт-Петербург, чтобы поступить сюда и воплотить свою мечту. За четыре семинарских года я хочу многому научиться, укрепиться в духовном, стать крепче, внести Слово Божие, помогать людям, послужить свою жизнь в служении Божьем. У Валентина только начало пути. У Андрея Бондарева это последний год учебы в стенах академии. Сейчас, признается выпускник, особо ценное время, которое осталось до защиты диплома. Совсем по-другому смотришь на эти стены. Эти стены стали родными, друзья стали настоящими друзьями, однокурсники стали близкими людьми. Теперь, сегодня это моя семья семинар. Это уже не что-то обязательное, а это то, чем хочется заниматься. Заниматься студентам хочется тем, в чем их призвание, а именно быть людьми молитвы. Учеба в академии в этом им в помощь. Для этого организован разнообразный учебный процесс. Например, вводится больше практик, такие как социальная и педагогическая. Есть и другие изменения. Самое главное изменение в учебном плане, это прежде всего появление государственного экзамена, ну или аналога государственного экзамена для студентов и лауреатов. И то, что два отделения магистратуры вынуждены были объединить, поскольку количество студентов в магистратуре пока еще не очень высоко. В завершении всем вновь поступившим студентам семинарии регенского и иконописного отделений владыкой ректором были вручены библии с дарственной надписью. Продолжение следует...